Колокольный вечерний звон Чтоб слева бродить пустырями, Стремясь отыскать острие. Мангер стреляет прицеленно, Зло в снега упадает, В разрыв мотылев, но... 21 марта – день весеннего равноденствия. Некоторые восточные народы Именно в этот день отмечали приход Нового года. Весна – это время пробуждения Земли, Всей природы, вечного обновления жизни. И вот этот-то знаменательный день, 21 марта, на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Был объявлен Всемирным днем поэзии. Совпадение, которое не кажется случайным, Ведь поэзия является прямым отражением Жизни души человека и природы. Также не случайно в канун 21 марта В Магнитогорске открылся Всемирный форум поэзии. Наш город, славный высокой поэтикой труда, Впервые стал столицей мировой поэзии. И связано это прежде всего С 70-летним юбилеем Открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат. Стало уже доброй традицией, Что комбинат помогает в проведении Различных театральных, художественных, Литературных и других творческих конкурсов И фестивалей. Признательность руководству ОАО ММК За поддержку в организации И проведении Всемирного форума поэзии Выразили в приветственных телеграммах Министерство культуры и иностранных дел Российской Федерации Союз писателей России Человечество болеет давно и серьезно, считают поэтами. Поэтому на рубеже веков и тысячелетий Оно вновь обратилось к поэтическому слову Духовно-гуманному, духовно-очистительному. А в России поэтические традиции Всегда были особенно сильны. Вот если лет четыре, даже пять, шесть лет назад Семь особенно, когда казалось, что вообще в России поэзия Рухнет точно так же, как она рухнула в Европе Где практически и нет таких вот значительных поэтов сейчас Казалось, что и в России интерес к слову пропадет Но вот эти последние годы показывает И как это неоднократно было в нашей державе Чем труднее, тем она охотнее обращается к слову Потому что именно к очистительному, духовному слову Организаторы и участники форума уверены, что его проведение Должно помочь объединить поэтические силы мира И вернуть поэзии былое поклонение и признание Последние десятилетия, когда действительно Такие вещи, как творчество Особенно такие, творчество высокое, касающееся поэзии Где-то, вот, к сожалению, отошло на периферии Вот мы еще, вот я по себе говорю Застали тот период, шестидесятников я почти не застал Был в то горячее время еще дитя А вот в 70-е даже годы, когда и многие из нас И увлекались этим направляемем, все равно по молодости И как-то это звучало с экранов телевизоров Эти были встречи И вдруг это все исчезло, понимаете Как бы из нашей жизни, вот в российской, русской жизни Исчезла эта сторона Вот ее ярко не стало нигде видно И поэтому комбинат, понимая, что творчество Жило, оно есть у нас в Магнитогорске Есть люди, которые чувствуют по-другому, дышат по-другому Он пошел на это То есть мы считаем, что мы это проводим не только Вот 70 лет комбинатом Мы хотим, чтобы вот именно это слово живое Услышали наши молодежь, прежде всего Наши люди, наши трудящиеся И как-то чуть-чуть, может быть, посмотрели на все, что происходит Ну, другими глазами То есть есть еще в нашей жизни, кроме того, что надо постоянно думать о хлебе насущном Зарабатывать деньги На что нас нацеливали все последние годы Есть еще очень много богатого Может быть, не познанного пока Может быть, еще мы не подошли к этому Но хотим, чтобы эти чувства в нашей российской душе как-то расшевелились В первый день Всемирного форума поэзии Его участники побывали с экскурсией на Магнитогорском металлургическом комбинате Выступили на сменно встречных собраниях трудовых коллективов Доменного и кислородно-конвертерного цехов А также центральной заводской лаборатории качества Незабываемые впечатления, полученные поэтами на промплощадке комбината Наверняка послужат им неиссякаемым источником вдохновения Наверное, в глубине сердца, в огненной глубине сердца Так рождаются стихи, как рождается этот прекрасный металл Стихи возвышены, и металл, мне кажется, тоже возвышенным, благородным И мне хочется, чтобы он шел на благородные цели Служил нашему Отечеству На форум съехались представители многих школ и направлений мировой поэзии Со всей России, СНГ, а также из Сирии, Китая, США Поэтическое слово звучало на многих языках земного шара Нужно отдать должное организаторам этого беспрецедентного события Каждый, желающий внести свою лепту в мировое поэтическое движение Нашел и трибуну, и слушателей Действительно, Международный форум поэзии 2002 года Вот здесь, на стыке Европы и Азии, на берегах реки Урал В городе Магнитогорск Он действительно проходит как праздник Это самое главное впечатление Приехали замечательные поэты Они прекрасно выступали в трудовых коллективах Прекрасно выступали и здесь, в Доме культуры, где мы сейчас находимся День прошел очень насыщенным В рамках Всемирного форума поэзии были подведены итоги Второго литературного конкурса имени Константина Нефедева Который зародился в Магнитке и недавно получил статус международного Число его участников перевалило за три сотни Соревнование проходило в четырех номинациях Поэзия, проза, художественная публицистика И произведения, написанные на социальный заказ Лауреатом второго международного конкурса имени Константина Нефедева Номинации «Поэзия» стали Нина Ягодинцев, Челябинск За рукопись новой книги стихов «Течение донных травм» Пожалуйста Среди номинантов немало магнитогорцев Олег Хандусь, Алексей Атеев, Владимир Баканов, Валентина Минулина Эти имена хорошо известны в нашем городе Но конкурс открыл немало и молодых талантов Действительно, лауреаты конкурса названы достойными У меня полнейшее удовлетворение, как у сопредседателя этого конкурса А что касается форума поэзии, то он продолжится еще и завтра Завтра мы выступаем в университете, в лицеях, в школе Проходит круглый стол и так далее Пока что конкурс идет достойно Так, у меня такое ощущение И такое ощущение, вот уже здесь как проходит Что международный форум поэзии станет традиционным Он будет проходить именно в эти дни То есть 20, 19, 20, 21 марта В тот день, всемирный день поэзии Что был объявлен ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии ЮНЕСКО Это событие стало уже достоянием истории Всемирный форум поэзии Выполнил ли он свою задачу Привлечь внимание государства и общественности К вопросам литературы, культуры, образования в России Это покажет время Но Магнитогорск уже навечно записан Во все поэтические анналы Как первая столица мирового слета поэтов Как место, где соединились металл и музык КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok